За столом представители охотно-сообщества и представители федеральной и региональной власти. Такого открытого диалога в регионе не было давно, а проблем и вопросов накопилось много. Это и браконьерство, и леса, захламленные мусором, но на повестке дня – создание ухарского заказника. Вокруг создание особо охраняемой природной зоны на территории четырех районов области скандал разгорался с начала года. На первый взгляд, благая идея охраны природных объектов вызвала серьезный отпор охотников. Именно они выступили против, испугавшись, что указанная территория из общедоступной станет частной. А охота здесь продолжится, но только подпольная, элитная, как говорится, для себя и сильных мира сего. Это какая-то цель охоты для избранных и служит целью создания таких особо охраняемых природных территорий. Потому что охотпользователь сам может запретить охоту, сам может вывести эту территорию. Если он увидит, что действительно эта территория нуждается в повышенном внимании и в охране, он просто вводит ограничения охоты и не пускает туда охотников. Но он это делает в целях всего охотничьего хозяйства, а не выбирает какие-то отдельные участки, наиболее значимые для кого-то. Наибольшую пользу для сохранения видов, как охотничьих, так и неохотничьих, дикой природы, оказывают именно охотники. То есть именно они охраняют эти виды, именно для того, чтобы использовать их. То есть мы не выбиваем все. Мы берем ровно столько, сколько нам разрешено законодательством. Рациональное использование или охрана ради охраны. Под этой замысловатой формулировкой кроется старая проблема. Кто в состоянии защитить представителей флоры и фауны области лучше? Государство или сами охотники? Охраной своих территорий мы занимаемся сами и не в ущерб животным. В прошлом году мы могли подать заявку на добычу 90 лосей. Мы подали только 61. Мы максимальные квоты не изымаем. То же самое с косулей. В этом году мы могли подать заявку на добычу 144 голов лося, но подали всего на 92. Соответственно, косули могли подать 176, а подали 80. Это уже говорит о том, что охотники сами заинтересованы в охране и увеличении численности животных. Охотники области объединились против создания заказника. Письма в правительство области и даже страны. На возражения отреагировали. Обсудить проблему в Рязань приехали зампредседателя комитета Госдумы по экологиям Николай Валуев, президент Ассоциации Росохот рыболов Союза Татьяна Арамилева и эксперты. И пример того случая, когда совместные усилия дают результат, а власть идет навстречу. Сегодня случился. Принято решение об отмене организации ухорского заказника, а также о создании в области общественного совета охотников и рыболовов. Неравнодушных охране природы, как показал круглый стол, много, а проблемы, которые предстоит еще только решить, масштабные. Это и борьба с браконьерами. По-прежнему серьезная угроза животному миру. Их количество увеличивается с каждым годом. Есть понимание, что это касается не только непосредственно Рязанской области, это, скорее всего, касается всех субъектов Российской Федерации. Именно поэтому тянуть с организацией рабочего стола, который при Государственной Думе обязательно соберется, именно вот мы посвятим этому вопросу. Для того, чтобы действительно не допустить разгулы браконьерства не только в области, но и вообще в принципе в субъектах. Потому что вы же знаете, что и в особо охраняемой территории браконьеры заезжают регулярно, и там происходят противоправные действия в отношении животного мира. Охотники также обратили внимание власти на вопросы защиты животного мира, сохранения штата инспекторов по надзору, а также мусор, которым захламлены леса региона. Его, кстати, охотники готовы собирать сами. Мы должны принять концепцию вращения с отходом. Это должна быть схема полноценная, на которой обозначены должны пункты приема. Ну, все равно сейчас об этом как раз и говорили, что никто не знает, где эти пункты приема находятся. По итогам этого круглого стола было принято решением провести совещание по многим из обсуждаемых вопросов на федеральном уровне. Первые планируются уже в середине сентября.